Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема нашего урока – таблица сложения. Давайте посмотрим на данные примеры. Посмотрим на примеры первого столбика. Как изменяется первая слагаемая? 8, 7, 6. Первая слагаемая у нас уменьшается. Как изменяется вторая слагаемая? 3, 4, 5. Вторая слагаемая увеличивается на 1. Изменится ли сумма при этом? Нет. 8 плюс 3 равно 11. 7 плюс 4 равно 11. И 6 плюс 5 равно 11. Посмотрим на примеры второго столбика. Первая слагаемая 6, 7, 8. Увеличивается на 1. Вторая слагаемая 6, 5, 4 уменьшается на 1. Сумма тоже изменяться не будет. 6 плюс 6 равно 12. 7 плюс 5 равно 12. И 8 плюс 4 равно 12. 7, 8, 9. Первая слагаемая увеличивается на 1. 6, 5, 4. Вторая слагаемая уменьшается на 1. Суммы изменяться не будет. 7 плюс 6 равно 13. Значит и 8 плюс 5 равно 13. И 9 плюс 4 равно 13. 7, 8, 9. Первая слагаемая увеличивается на 1. 7, 6, 5. А вторая слагаемая уменьшается на 1. Значит сумма также изменяться не будет. 7 плюс 7 равно 14. 8 плюс 6 равно 14. И 9 плюс 5 равно 14. Итак, мы с вами начали составлять таблицу сложения. Давайте посмотрим на полную таблицу сложения. Посмотрим на первый столбик. Первая слагаемая здесь 9. Вторая слагаемая у нас увеличивается на 1. Давайте посмотрим, как это влияет на сумму. Если первая слагаемая не изменяется, вторая слагаемая увеличивается на 1. То сумма будет также увеличиваться на 1. 9 плюс 2 равно 11. 9 плюс 3 равно 12. 9 плюс 4 равно 13. 9 плюс 5 равно 14. 9 плюс 6 равно 15. 9 плюс 7 равно 16. 9 плюс 8 равно 17. И 9 плюс 9 равно 18. Посмотрим на примеры второго столбика. Первая слагаемая у нас 8. А вторая слагаемая увеличивается на 1. Поэтому сумма тоже будет увеличиваться на 1. 8 плюс 3 равно 11. 8 плюс 4 равно 12. 8 плюс 5 равно 13, 8 плюс 6 равно 14, 8 плюс 7 равно 15 и 8 плюс 8 равно 16. Смотрим на примеры следующего столбика. Первое слагаемое 7, второе слагаемое увеличивается на 1. 4, 5, 6, 7. И сумма увеличивается на 1. 7 плюс 4 равно 11, 7 плюс 5 равно 12, 7 плюс 6 равно 13, 7 плюс 7 равно 14. И примеры последнего столбика. Первое слагаемое 6, а второе увеличивается на 1. На 1 увеличивается и сумма. 6 плюс 5 равно 11, а 6 плюс 6 равно 12. Теперь давайте сравним примеры в каждой строке. Первое слагаемое у нас уменьшается на 1. Второе слагаемое у нас увеличивается на 1. Поэтому сумма остается неизменной. 11. Точно так же во второй строчке. Первое слагаемое уменьшается на 1. Второе слагаемое увеличивается на 1. И сумма также остается неизменной. Вот здесь мы с вами видим полную таблицу сложения с переходом через десяток пределов 20. Эту таблицу нужно обязательно запомнить. Тогда будет легко решать любые примеры на сложение. И не только на сложение, но и на вычитание. По этой таблице можно изучить состав чисел. Например, состав числа 11. 11 это 9 и 2. 11 это 8 и 3. 11 это 7 и 4. 11 это 6 и 5. Почаще повторяйте эту таблицу и запоминайте ее. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видео уроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.